Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитин и я Вера. И сегодня я хотела бы снять видео челлендж «Здравствуй, лето». Этот челлендж придумала Валентина Романчук, ссылка на ее канал будет в описании. Смысл этого челленджа в том, чтобы показать свой город, свой район, рассказать какая погода, какое лето бывает, какой климат в целом летом. Я видела весной был такой челлендж, но я ничего не снимала, вот только про лето. Мы сейчас ждем нашу дочку, старшую, с музыки. У нее урок фортепиано, она занимается индивидуально с преподавателем. Ну а пока вот мы ее в машине подождем, у нас полчасика всего занятия, и потом поедем все вместе гулять на озеро. Я вам покажу озеро и расскажу о природе здесь. Мы живем в Соединенных Штатах Америки, город Эверет. В этом здании проходит наше занятие. Здесь у нас помимо музыки есть еще уроки рисования, и раньше была хореография, танцы. Но сейчас танцы закрыты в связи с эпидемией, а рисование и музыка остались. Также здесь детский садик на первом этаже. Давайте зайдем, посмотрим как у нас занятие проходит уже, вот заканчивается. Вика играет, вон она сидит за роялем, на рояле занятия. С другого ракурса посмотрим, тут есть окошко, вот она играет. Индивидуальное занятие с преподавательницей. Какие очки вам больше нравятся? Вот эти номер один. Мамины. Да, они у меня уже давно, с шестнадцатого года, наверное, или с семнадцатого. А вот это мои новые очки, которые мама... А сейчас мы отправляемся на пляж, на озеро. Озеро называется Silver Lake, в переводе серебряное. Озеро, вот оно тут немножко виднеется по правой стороне улицы. Нам просто нужно подъехать сейчас к пляжу и во время нашего пути я отвечу на вопросы челленджа. Так, первый вопрос. Дата съемки видео. Сегодня 9 июня 2021 года и время где-то 5 часов вечером. Второй вопрос. Какое у вас лето, погода и природа и так далее? Лето у нас обычно теплое, сухое. Сейчас и в июне обычно не очень жарко. Где-то средняя температура 20 градусов. Сегодня вот 18 градусов тепла. Солнечно, без осадков. В июле и августе обычно жарче. Солнце очень яркое. Когда даже утром и вечером, вот может быть прохладно, но если днем выходит солнце, становится очень-очень жарко. Оно очень прямо печет в родном Санкт-Петербурге, в России. Все совсем не так. Когда солнце выходит, оно не такое яркое, оно не такое жаркое. То есть здесь без солнечных очков я, например, даже как-то ходить не могу. Хотя до переезда в Америку я их никогда не носила. Мне они в России были не нужны. Так что лето у нас такое обычно сухое, теплое. Даже бывает жарко. Вот 2-3 недели стабильно стоит жаратка. 30 градусов, 33-35. Это очень тяжело переносить. Мы днем сидим дома. Особенно, когда идут пожары уже в Калифорнии. В Калифорнии к нам смог несет. Вот в прошлом году была такая ситуация, что у нас даже было такое, ну не совсем чрезвычайное положение. Ну вот мы сидели дома, объявили во всех источниках, что нужно сидеть дома, никуда не выходить, потому что очень сильный смог от пожаров. Летом такое бывает часто. Ну вот зато зима, весна. Это такое дождливая такая пора. Мне очень нравится прям по душе, когда все время идет дождь. Снега здесь не бывает. Зимой обычно плюс 5 температура. И постоянно, постоянно идет дождь, промозгло так, пасмурно и дождливо. Вот это я, ну, не то что прямо очень люблю, но мне почему-то комфортно в такой вот погоде. Народу мало на улицах, почти никогда никого нету. И с удовольствием мы гуляем. Ну, если дождя сильного нет, конечно. Третий вопрос. Чем занимаетесь в этот день? Ну, в этот день я уже все сказала. У нас был урок музыки. Мы уже почти подъехали к озеру, а у меня только третий вопрос. Но у нас был урок музыки. У Вики, кроме того, у нас не закончился еще учебный год. Он кончается 21 июня обычно, последний день. Так что у нас сегодня было дистанционное обучение. Четверг, пятница, два дня в неделю очное обучение в школе. Вот. И потом мы сходили на урок музыки. И сейчас приехали гулять на озеро. Четвертый вопрос. Ваше настроение? Ну, конечно, в такую солнечную погоду у меня очень хорошее, радостное настроение. И в том числе и вязальное. Сейчас я только единственное, что сегодня вот совсем не было времени повязать. Пятое. Ваш вопрос по желанию. Ну, я не знаю, какой задать вопрос. Просто мне будет очень приятно послушать также ответы других рукодельниц, блогеров на этот челлендж. На вопросы, посмотреть на интересные места, потому что все живут в совершенно разных странах и городах, где я никогда не была. И просто вот взглянуть и посмотреть на новые для себя места. Вот это мне было бы интересно. Сейчас мы пойдем на пляж и покажем пляжи немножко. Собачка потерялась. Вот тут объявление. Блодчейз. Ну, и вон там озеро мы видим. А вон детская площадка справа. Ну, мы и на площадку хочется, и на пляж хочется. Ну, вот пойдем сначала на пляж, потом на площадку. Ну, и вот уже мы на пляже разместились. Сегодня 18 градусов. Довольно прохладно. Но все равно многие купаются. Такая вот панорама. Дома там маленькие на той стороне. Облака красивые сегодня. Тут уже тень легла. Высокие очень деревья. Там спасательные жилеты висят. Можно брать. Вот такой вот у нас сегодня летний денек. А это вам напоследок песочный замок построили. С оградой все как положено. Вика построила. А еще здесь есть детская площадка. Ну, так быстренько покажу. Горки тут. Ну, и там дальше тоже повыше горки. А вот здесь вот уже озеро. Пляж. Сегодня мало народу. Обычно вообще очень много. Все жарят что-то. Шашлыки. Шашлыки здесь не едят. Все стейки едят в барбекю. Вот у них. На этом я заканчиваю мое видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну, а мы увидимся с вами в моих следующих видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok